Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас пустышки. Пустышки и Иван, и Фраше, Миксит, и многое-многое другое. Давно вам не снимала, накопилось прям многое, так что заварите себе чашечку вкусного чая, саживайтесь поудобнее. Начинаем. Давайте начнем с Ифраше. Первый продукт, который покажу, это у нас с вами... Ног... Ног... Это у нас с вами охлаждающий гель для снятия усталости в ног. Вот так он выглядит. Вот так выглядит баночка, девчонки. Стоит он небюджетно, я брала его по акции, по какой-то, не помню, потому что вообще Ифраше это небюджетно, скажем так. И что хочу сказать про этот продукт. Ну, наверное, секунд первые 10-15 есть какое-то легкое охлаждение, но я не чувствую снятия именно усталости. Есть какой-то легкий холодочек, первые секунд 10-20, все, больше ничего. Я даже, вот, девчонки, и рублей бы за 150 вот этот вот продукт не повторила. Мне вообще не понравился. Есть средства, которые гораздо круче снимают усталость с ног, но не вот это точно. Дальше закончилось два геля для душа, 200 мл. Вот такие вот. Мне так нравятся флакончики для гелей для душа у Ифраше, и когда особенно там внутри продукт, смотрится так все красиво, достойно. Так, первый у нас, девчонки, это малина и мята. Это действительно малинка с какой-то легкой такой зеленой ноточкой. Очень вкусно. Но про гели для душа от Ифраше можно говорить бесконечно. Они действительно классные. На акциях, когда-то за 329 рублей 3 штучки, можно вполне себе взять. Ой, вкусно пахнет. Прямо малина. И одушки здесь уже, да, если, допустим, сравнивать с Эйвен, Фаберик, они какие-то более-менее натуральные. То есть, если это малина, она действительно пахнет малиной, не с какими-то там химозными добавками и так далее. Очень вкусный аромат. Пеницы хорошо очищают кожу, хорошо к ним никаких нареканий, ухаживают за кожей, не пересушивают ее, вообще все супер. Ну и, конечно, кофе. Кофе не первый раз, девчонки, беру. Кофе – это любимчик многих. Вы мне его советовали еще давным-давно. Это действительно кофе. Это действительно кофе. Это действительно запах свежего, сваренного кофе. Запах вот этого жмыха, который остается от кофе, да, кто варит сам, тут понимает. Натурального кофе аромат. Без всяких каких-то поднот, сладости, еще там чего-то, примеси парфюмерной дужки, ничего. Только натуральный кофе. Обалденный аромат. А как круто с ним принимать душ с утра. Бодрит. А еще кофейку потом следом выпить. Ну, вообще, мне очень нравится. Самый любимый мой аромат гелей для душевых фроше – это кофе. Так, дальше. Из линейки Себа Вежиталь, девчонки, вот такой вот гель для умывания. Брала в комплексе с кремом. Крем не могу никак добить, потому что что-то он мне не очень нравится. На самом деле, но про него потом. Гель для умывания из линейки для жирной комбинированной кожи, да, который регулирует выделение Себума и так далее. Никаких, в принципе, к нему нареканий нет. Действительно хороший гель, который не пересушивает. Потому что много у нас есть продуктов для жирной комбинированной кожи уходовых, да, которые по факту содержат либо спирт, либо еще что-то, тем самым пересушивает. Здесь нет. Очень комфортный, плотный гель прозрачного цвета, такого слегка зеленовато. А дужку у линейки Себа Вежиталь, знаете, какая? Лосьон огуречный, если помните, в 90-х был у нас в России такой, может быть, не только в России. Вот лосьоном огуречным пахнет эта линейка вся. Приятный, в принципе, освежающий аромат, такой из прошлого, да, здесь это 25 миллилитров. Брала по какой-то программе, девчонки, весь этот набор, да. А так тоже не очень бюджетно. Но нормальный гель, который не пересушивает жирную кожу, это тоже на самом деле важно, потому что продукты, которые ее пересушивают, они по факту, как ответную реакцию, вызывают потом еще большее выделение Себума, да, жирной кожи. Так, дальше. У нас с вами скраб для кожи головы. Вот так он выглядит. Здесь у нас тоже, по-моему, 200 миллилитров, если я не ошибаюсь. И, кстати, у продуктов и фрошей после вскрытия маленький срок годности, 6 месяцев. Всего 6 месяцев после вскрытия, по-моему, у всех. А, не гель для душа 12. А все остальное, а, и для ног 12. Вот эти два продукта 6. То есть достаточно состав такой нормальный. Мне не понравился, хотя ему, девчонки, многие пели оды, что он действительно крутой и так далее. Мне не понравился он почему? Потому что там очень крупные угловатые частички соли. Они действительно крупные частички морской соли, прям такие крупные. И очень тяжело добраться до кожи головы такими частичками. То есть распределяем вот так вот по проборам волосы, наносим из тюбика неудобно. Тюбики с носиком, конечно, гораздо удобнее, потому что здесь не нанесешь. Я наношу на руку, потом стараюсь распределять по проборам. И то вот эти вот огромные куски, они застревают в волосах, и до кожи головы мало что добирается. По факту, да, девчонки, волосы выглядят свежее. Свежее, чем нежели без этого средства. Я использовала его после шампуня на мокрую кожу головы, на мокрые волосы. Они выглядят действительно свежее. То есть сама по себе консистенция и состав средства очень даже неплох. Там кремовая белая такая текстура, очень плотная, в которой вот эти вот частички крупной соли завязаны. Но неудобно использовать. И есть скрабы гораздо бюджетнее и лучше, и которые работают круче. Поэтому не могу назвать этот продукт прям вау. Я не повторила бы его даже за бюджетную стоимость, тем более за полную. Закончились у меня несколько продуктов от Mixit. Первый это корректирующий, регенерирующий скраб для идеального силуэта с кофеином, вулканической пудрой и экстрактом фукуса. Вот так он выглядит. Он мне приходил в составе линейки трех средств. Скраб, крем для тела и третий антицеллюлитный крем, да, разогревающий. И третий продукт это крем для тела с шиммером, такой очень красивый, на лето, с небольшим эффектом загара. Линейка вот эта вообще мне понравилась очень, девчонки. У Mixit, видите, это шаг один, здесь цифрка один. Это именно скраб. Скраб, девчонки, крутой. Он такой землистого цвета, не покажу уже вам, но вот чуть-чуть. А душка у них потрясающая. У Mixit вообще душки классные, мне нравится очень. Здесь 250 миллилитров, его много. Здесь, по-моему, он у нас с вами, если я не ошибаюсь, как будто, да, микрогранулы скорлупы кедровых орехов. Я думала грецких кедровых орехов, да, или кедровых, как экстракт фукуса ананаса. Кофеин, вулканическая пудра. Да, как будто вот есть скорлупа, вот эти мелкие частички скорлупа, и есть вот какая-то еще, да, вот вулканическая пудра, что-то такое, как будто глиняное. Но в то же время он очень здорово увлажняет. После него кожа прям шелковая. Частичек очень много, в составе они мелкие, не угловатые, не травмируют кожу ее, не царапают, но, тем не менее, очень круто отшлифовывают. Эффект пилинга вообще потрясающий. Мне этот скраб понравился, я добила его довольно быстро. И обилие скрабов в ванной, да, и только к этому вот тянулась рука. Очень понравился, советую, рекомендую. Видите, где-то на скидках, сейчас в магазинах Mixit крутые скидки. И на сайте у них прям советую. Объем большой, хватит надолго. Так, еще от Mixit у меня закончилась вот такая вот голубая очищающая глиняная маска с ментолом, экстрактом петрушки, девчонки. Вот так она выглядит. Она действительно глиняная, она действительно голубая. Видите, вот тут прям застывшая уже она. Она довольно быстро застывает на вашем лице в корку. Я в последнее время такие продукты не люблю, но она настолько круто очищает лицо и вычищает поры, что я простила этой маске и добила ее тоже очень быстро, к ней рука тянулась. По мере того, как она засыхает на вашем лице, можно эти участки увлажнять, можно сбрызгивать тоником, какой-нибудь термальной водичкой, тонером и так далее. Но я этого не делаю, потому что мне нравится немножко, когда она стягивает мое лицо. Я люблю этот эффект, поэтому дожидаюсь ее полного высыхания и смываю. Смывается она тяжело, потому что все-таки продукт глиняный. И еще нравится эффект, вот этот ментол в составе дает этот эффект. Освежающий, охлаждающий такой кожетон, потом ровный. Ну, в общем, классная маска, действительно, летом к ней больше тянулась рука. Но сейчас тоже ее добила с превеликим удовольствием. Увидите, где тоже по хорошей цене, прям рекомендую. Два продукта от Эко-Бокс. Девчонки, да, использовалась с превеликим удовольствием. Это довольно бюджетная марка экологических продуктов. Да, здесь у нас шампунь и бальзам с ментолом. Шампунь был прозрачный. И здесь эфирное масло ментола. Как я обожаю его запах. Это вот это ментоловые конфеточки такие, знаете. Он невероятно круто пахнет. Действительно, кожа головы после него свежая. И когда используешь его, прям чувствуется такая свежесть. Волосы промывает до скрипа, не спутывая их. Да, здесь небольшой, кстати, объем. 120 миллилитров всего. Но это довольно бюджетная марка. У них есть свой сайт. Не знаю, продают они сейчас на Вайлберес, на Озон, Эко-Бокс. Баночку можно сдать на повторную переработку вместе с этикеткой. В общем, это экологичная еще у нас упаковочка. Вот. И бальзамчик. А бальзамчик довольно густой. И он уже у нас беленький. Ну, в белой баночке на ней видите. Но вон там остатки остались. Он беленький. Он тоже пахнет эфирным маслицем ментола. Он невероятно круто разглаживает волосики. Я прям с превеликим удовольствием этой серией пользовалась. А у меня довольно привередлива, на самом деле, кожа головы почему-то. Далеко не каждый шампунь подходит. Но здесь прям вот стопроцентное попадание. Вот так выглядят эти баночки. Еще раз вам покажу. Классно, классно. Очень понравилось. Закончились две маски от Леврана. Мне приходила рассылка. Там было пять, по-моему, масок в составе. Две добила. Первая увлажняющая. Гелевая маска Леврана. Это у нас более-менее такие натуральные продукты. Тут всего три месяца, девчонки, после вскрытия. Ими можно пользоваться. Мне кажется, у меня уже остальные три просрочились. Надо прямо их добивать в ближайшие дни. Всего три месяца. Здесь у нас так. Сколько миллилитров? Сколько миллилитров? Не вижу. Наверное, 150. А 100. Всего 100 миллилитров. Они просто такие длинненькие, узенькие. Вот это увлажняющее действительно понравилось. Она правда увлажняет. Они все маски у них гелевые. Текстура гелевая. Довольно легкая. Так здесь получится. Да, вот полупрозрачный такой гель, да, видите. Одушки натуральные. Какие-то масочки пахнут травками и так далее. То есть они все, одушки у них натуральные. По мне все приятные. Могут кому-то казаться неприятными. Но вот эта увлажняющая, она практически ничем не пахнет. Она действительно увлажняет. Больше ничего не могу сказать. Да, увлажняет и все как бы. И вторая маска витаминизирующая. Вот она у меня уже, я ее добила. Тут на один раз она начала потухать. Ну, представьте, три месяца после вскрытия. Она изменила цвет. И я ее уже выкидываю. Но тут и осталось где-то на один раз. Это витаминизирующая маска для лица. Витамин А, Е, П, С. А витамины вообще, у нас они быстро портятся на самом деле. Вот так выглядит тюбик, девчонки. Потому что, я знаю, это я часто раньше витамины в крема добавляла. Сама их в шампуне, чтобы обогатить. Надо быстрее тогда добивать продукт, иначе он начинает действительно потухать. Тут прям на втором месте уже алоэ вера. Тут глицеринчик. У нас разные экстракты. В общем, составы действительно хорошие у этих продуктов. Витаминизирующая, ну, не могу сказать вот тоже, что она делала. Ну, да, увлажняла. Гелевая такая текстура, полупрозрачная была, да, потом вот этот цвет изменился. Ну, как бы и все. Увлажняла, тон лица выравнивает, да. Ну, и все, пожалуй. Никаких чудес, прям супер-пупер не случаются, но маски неплохие. Дальше. Закончился бальзам от Хайр Либа. Приходила мне рассылка от германского бренда. С сайта с германского прям шампунь еще не добили, а бальзамчик вот этот вот уже закончился. Я его на дочери добила, девчонки. Это Германия. Здесь даже по-русски нет ни слова. Сто процентный веганский продукт. Мне не подошла просто эта серия, мне очень утяжеляла она волосы. И шампунь, и бальзам. Хотя после первого-второго применения, вроде, все нормально, потом накопить на какой-то эффект прям утяжеляла волосы. Действительно утяжеляла и появлялся зуд на коже головы из-за этого. А вот дочери зашло нормально. Бальзам. Шампунь стоит, не знаю, куда его деть. Как жидкое моло для рук, наверное, надо доиспользовать. Просто не подошла. А так для убитых волос вообще могу рекомендовать. Очень неплохие продукты делают в Германии для волос на самом деле. Так, Organic Zone. Одна из любимейших моих марок. Она у нас есть точная на Wildberries на зоне. И есть даже в магазинчике Organic Zone. Это экопродукт. Сто процентное рафинированное кокосовое масло. Использовала его крайне редко. Кстати, самые крутые пилинги у Organic Zone. Кто не пробовал, девчонки. Вот так оно выглядит. Кокосовое масло. Видите, тут чуть-чуть осталось. Оно застывает, как нормальное кокосовое масло. Приходится немножечко разогревать на водяной бане бутылочку. Потом я себе отливала в мисочку и делала маски для волос. Обычную маску обогащала и так далее. Потом мы смывку с вами делали. Крутую, работающую на кокосовом масле и аспирине. Тоже пригодилась. В общем, периодически использовала, чтобы попитать свою кожу головы. Фолликулы волосяные и так далее. Продукт очень хороший. Действительно, стопроцентный состав масла кокосово-рафинированное. Классно. И не сильно дорогой Organic Zone. Довольно бюджетная такая марка. Ну, не сильно бюджетная, но на скидках можно взять за хорошую цену. Кондиционер. Корректирующий бальзам-кондиционер для волос от Emansi. От Emansi мы с вами обозревали как-то продукты. Вот так выглядит бальзамчик. И мне безумно нравится уход за волосами. Он действительно крутой. Бальзам вот этот вот, вот этого тюбика, я не знаю, мне почти на год хватило. 150 миллилитров хватает одной капли. Вот прям просто одной капельки на ладонь по ручкам растерли, прошлись по волосам и все. И волосы шикарные, без утяжеления абсолютного. В то же время увлажненные и кончики напитанные. И нет никакого сечения, и они выглядят хорошо и достойно. Поэтому это не бюджетно совсем. По полторы тысячи, по-моему, и шампунь, и бальзам где-то приблизительно у них были на сайте. Вот. Но это действительно крутой уход за волосами, девчонки. Дальше Эйвана закуску. Закончился парфюм Wild Country у мужа. Мне очень нравится этот парфюм. Его можно взять бюджетненько. И он действительно классный. Здесь кожаные нотки, такие нотки брутальные. Сладкие, древесные, кожаные. Знаете, я даже чувствую вот легкие нотки табака. Что-то вот такое. Классный аромат. Наверное, 30+. Я бы сказала вот так. Мы взяли в запас еще второй ему. Пользуется с великим удовольствием. Один из достойнейших мужских парфюмов девчонки в Эйвана. Wild Country. Закончилась маска. Из линейки Планета Спа. Охлаждающая, антиоксидантная для лица арктическая брусника. Вот так она выглядит. Действительно крутая масочка в Планета Спа. Много крутых. Но это прям, наверное, у меня на втором месте после маски с черной икрой, девчонки. Здесь 50 мл. Она малышка такая. Там есть маски по 50, а есть по 75. Такой кремовый продукт. Вот такой вот белесый, беленький. И она действительно, ну не знаю, ментол, наверное, скорее всего. Да, вот ментол. Содержит в своем составе. И есть охлаждающий эффект. Очень классно было пользоваться ей летом. Там охлаждающий эффект. В то же время вот эта какая-то средняя консистенция кремово-гелевая дарит коже упругость, выравнивает тон. В общем, действительно хорошая бюджетная маска. За копейки, можно сказать. Еще масочки, девчонки. Черные тканевые маски для лица. Недавние такие, относительно недавние новинки в Эйвен. Здесь их три штуки было. Пустая коробочка. Не понравилось использование, потому что мы с вами вместе в видео в каком-то пытались ее согнуть, чтобы сыворотка, которая находится в отдельном кармашке, проникла к тканевой маске. Но там по тем штрихлиниям, которые нарисованы, согнуть было практически вообще нереально. В общем, это неудобно. Ладно, это бог с ним. Кое-как сделали, смешали, нанесли на лицо и ничего. Вообще ничего, а то и покраснение где-то местами. Абсолютно для меня, все индивидуально, девчонки, для вас это может быть самая лучшая маска в мире. Не работающий абсолютно для меня продукт, который ни увлажнений, ни выравнивания тона, ничего абсолютно не дарит. Жуткие, плохие тканевые маски не понравились. И пена для ванны. Бархатистый персик. Я использовала ее и как пену для ванны, и как жидкое мыло для рук. Переливала в другие флакончики с дозатором. Классный, классный аромат. Действительно, персика такого сладенького, с цветочками. Ну, химозненький персик с цветочками вперемешку, сладкий, с легкой такой кислиночкой аромат. Очень вкусный, потрясающий. Пены для ванны, гель для души, вы все довольно достойные, хорошие, и тоже тысячу миллилитров вообще взять за копейки, поэтому, да. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые ванны у меня скопились. Надеюсь, мои отзывы были вам интересны и полезны. Если это так, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.